Здравствуйте, мы вернулись. Да, добро пожаловать в Бэтл Инфуанс. Возвращаемся со всеми вашими старыми фаворитами, включая несколько жирных отзывов. На этой неделе наша группа смотрит парк юрского периода на Мега-Драйв. А у нас есть первый взгляд на игру, о которой все говорят, Mortal Kombat. И в моем первом репортаже из Америки я рассмотрю новейшие игровые технологии, которые могут создавать подобные картинки. Я, 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 я. Я тоже вернулся. Это я, Фертильяс. Сюда, сюда, направо. Я полностью готов к новой программе с моим пеналом плохое влияние, резинкой и набором линеек. У меня также есть несколько разноцветных фломастеров и совершенно новый жульнический набор. Хорошо, а теперь первый жульнический набор из новой серии. Это для Super Swift на SNES. Теперь, как правило, в Super Swift вам приходится выбирать, управлять ли вертолетом или джипом, но этот чит позволяет вам управлять обоими сразу. Просто нажмите выбрать на титульном экране, а затем начните с буквы А. Итак, выберите и начните с буквы А. И теперь я могу атаковать как с земли, так и с воздуха одновременно. Хорошо, если вы меня извините. Я просто думаю, что закончу писать свой адрес. Да, мы здесь. Намрут звезда плохого влияния. Да, в сарай это верно. За студией стоит Британия, мир, солнечная система, вселенная, да и космос. Несколько незапланированное прерывание, первое из многих, я уверен. Эй, вы устали печатать? Наши мыши делают вас несчастными? Вы устали от джойстиков? А что вам нужно так, это один из новых персональных компьютеров, на котором вы могли бы писать. Эй, прямо сейчас. Этот называется Друг по переписке. Он был запущен компанией Amstrad в начале этого лета. Он может быть телефонной книгой, дневником и блокнотом, и вы можете установить дополнительное программное обеспечение вот в этот маленький слот на задней панели. Теперь, когда вы впервые используете эту машину, вы должны научить ее писать. Не тому, как вы пишете, потому что она понимает буквы, а тому, как вы пишете, потому что она должна понимать, как вы формируете каждую букву. Так что давайте сделаем B. Тренируем B. Заглавную B. И поставим галочку. Теперь он узнал, как я пишу заглавную букву B. Я вставил все остальные буквы перед программой, так что теперь, если я напишу свое имя, она должна распознать его без проблем. АНДУКРНЕ. Ангро Крано. Я полагаю, близко. Но как компьютер понимает ваш почерк? Обычно я могу прочитать почерк Энди, потому что понимаю значение этого слова. Тогда в этом есть смысл. Хорошо, значит, это первое слово будет либо мясом, либо плавлением. Но даже Энди не захочет плавить меня в столовой, так что это должно быть мясо. Компьютер этого не знает. Он не понимает значение слов, поэтому ему приходится использовать другую технику. Компьютер запоминает то, как вы пишете его буквы. Он записывает, куда вы кладете ручку первым, а затем следует за вами по кругу до конца. Теперь этот шаблон, который заканчивается, если он совпадает с чем-то в его памяти. Все хорошо и хорошо, но опять же, иногда ваша маленькая легкость заканчивается так же, как и маленькая S. Apple выкупила свой собственный электронный блокнот для сообщений под названием Newton. Он пытается решить эту проблему, сравнивая каждое написанное вами слово со своим собственным встроенным словарем. Так что он позволит вам писать только правильные слова. Вот и все, мясо и тайп. Но я избавляюсь от этого, потому что это очень весело. Это дороже, но вы можете писать в любом месте страницы, где захотите. И вы тоже можете писать в слитом почерк. Так что это все равно, что пользоваться ручкой и бумагой на самом деле. Мягко. А теперь Том для нашего последнего ревуара. Я думаю, он имеет в виду, что теперь пришло время для нашего первого обзора. Но здесь ведь не так написано, не так ли? Это парк юрского периода. Там только один фильм, но есть множество разных версий игр. Игра с NES поставляется с интерактивным объемным звуком. Версия для ПК имеет лучшую графику, а на другом конце шкалы находится версия Game Boy. Все они должны быть выпущены одновременно 22 октября. Но первый хэтч — это совершенно другая версия Mega Drive. Вот сэр Хейл. Парк юрского периода — это среднестатистическая платформенная игра, раскрученная на фоне крупной лицензии на фильм. Вы можете играть либо за Доктора Гранта, либо за Хищника. Здесь я играю Доктора Гранта. У Доктора Гранта есть разные вещи, которые вы можете делать. Он может раскачиваться на веревках и падая стрелять в динозавров из различного оружия, которые отображаются в поле в левом верхнем углу экрана. У него есть различные оружия, такое как дротик, красный дротик, электрический разряд и бомба. Прокрутка в игре довольно отрывистая, но анимация самого центрального персонажа довольно хорошая. Быть Хищником лучше, чем быть Доктором Грантом, хотя убивать людей так легко, нужно просто прыгнуть на них. Вам даже не нужны все три кнопки, прыжка будет недостаточно, чтобы пройти первый уровень. Это почти слишком просто. Я действительно разочарован этой игрой. Я бы подумал, что они придумали лучшую игру для такого большого названия фильма, и она тоже не очень соответствует сюжету фильма. Я думаю, что его переоценивают так же, как и фильм. Если вы не хотите купить эту игру для того, чтобы она была в парке юрского периода, я рекомендую Alien 3, так как преимущество игры в том, что у нее действительно есть сюжет. В этой игре отличная графика, но система управления подводит ее. И поэтому окончательные оценки за парк юрского периода на Мегадрайв девочки дали ей средний балл 3 из 5, и мальчики согласились с ними. Они тоже дали ей 3 балла из 5. Мне очень понравился фильм парк юрского периода, особенно когда все сгенерированные компьютером динозавры съели людей. На самом деле я возился с компьютерной версией себя. Это всего лишь прототип, но я покажу вам его, если хотите. Я могу заставить его ходить. Я могу заставить его бежать. И я могу заставить его есть людей. Слезьте. Ну что же, ни о чем беспокоиться. Это чит для правосудия хиборгов на Мегадрайв. Все, что вам нужно сделать, это приостановить игру, пока вы находитесь в аркадном режиме. Затем нажмите CBBCCACB, чтобы получить экран секретных опций. Слезьте с вас цифровой навозный жук, или я сотру ваш каркас и закажу вам ваши пиксели, вы отвратительный график. И вы можете ознакомиться с обзорами и множеством другой информации в нашем информационном бюллетене, который появляется в конце программы. Если вы смотрите последнюю серию, вы будете знать, как это работает, но если нет, то вот как вы получите к ней доступ. Все, что вам нужно, это ваш видеомагнитофон Commodore Garden. И часть программы для записи — это титры «Последние 30 секунд», когда имя каждого появляется в нижней части экрана. Когда вы это сделаете, перемотайте видео назад и воспроизведите его, но не воспроизводите на нормальной скорости. Воспроизведите его, используя паузу и опережение кадра. И когда вы это сделаете, вам станет доступно более 90 различных страниц информации. Теперь мы будем регулярно получать репортажи от Zira из Америки. В рамках первой программы он знакомился со всеми новинками в Штатах. Самые горячие новости из США происходят не у меня за спиной. Но прежде чем мы взглянем, вот краткое изложение того, что горячо, а что нет. Каждая вторая игра, выпущенная в настоящее время, привязана к фильму. Самая популярная — «Аладдин Вёрджин», снятая по мотивам анимационного диснеевского фильма. Графика создана аниматорами Диснея. Другая крупная привязка «Вёрджин» к фильму — игра «Человек-разрушитель», основанная на фильме «Человек-разрушитель» с Сильвестром Сталлоне и Уэсли Снайпсом в главных ролях. Актёр снял несколько специальных кадров во время производства фильма, которые будут оцифрованы в игру. Локасардс вносит последние штрихи в Супер Эмпайр Стрэксбэк. И они также разрабатывают два новых названия «Звёздных войн» — «Тай Файтер» и «Эта» — «Рэбл Ассоулт». Но на самом деле, самая интересная новость касается того, что технически известно как «Вейповер». Все говорят об этом уже несколько месяцев, но на самом деле его ещё не существует. Один из примеров домашней гарнитуры виртуальной реальности Сега. У них был её прототип на большой компьютерной выставке в Чикаго в июне, и они сказали нам, что мы можем получить её сегодня, чтобы показать вам. Затем они передумали. Ещё одна увлекательная часть «Вейповер» — это так называемый «мастер-экшн-игр». Насколько мы можем судить, он существует только на этой картинке, но предполагается, что он будет воспроизводить Супер NES, Мега-Драйв, Мастер-Систем, NES и компакт-диски. Лично я жду версию Mark II, которая без сомнения приготовит посты, наведёт порядок в вашей спальне и, возможно, высадит человека на Марс. Но один кусок испарителя, который медленно конденсируется в реальность — это три вещи. И это их штаб-квартира в Калифорнии. А теперь, если вы ещё не слышали о трёх вещах, «Эй, где вы были?» — это аппаратное обеспечение следующего поколения, и вот один из плееров первого поколения, который должен появиться в магазинах здесь в октябре. В разработке этой машины участвовало много громких имён, и они надеются, что она завоюет весь мир. Все программные обеспечения поставляются на компакт-дисках, и эта машина также воспроизводит музыку и компакт-диски с фотографиями. Интерактивные компакт-диски включают в себя как информационные названия, такие как энциклопедии, словари, так и образовательные программы и, конечно же, игры. Машина обладает фантастическими графическими и звуковыми возможностями. Это вступительная последовательность игры под названием «Микрокосм». Люди — это оцифрованные актёры, но вертолёт сгенерирован компьютером. Это космический симулятор под названием «Тотал Эклипс». Он всё ещё находится на очень ранней стадии разработки, но вы всё ещё можете получить представление о мощи платформы. К моменту запуска машины будет готово 10 названий, а к Рождеству ещё как минимум 10, включая это «Сбой и пеложок». Это компакт-диск с изображениями. Чтобы побудить разработчиков игры использовать возможности, не предоставляется библиотека из двухсот компакт-дисков с изображениями и звуками, которые они могут использовать бесплатно. Самое непонятное изображение, которое я смогла найти, — это животное с Борнео. Медленный Лорис. Медленный Лорис. Может быть, это новый Соник. Но я оставлю вас с новейшим способом просмотра телевизора. Он называется Virtual Vision Sport. Это портативный телевизор с отличием. Это создаёт эффект гигантского телевизионного экрана, висящего примерно в 10 футах перед вами в воздухе. О, йо-йо, о, футбольный матч. О, боже. Вы правы. Он живёт в своём собственном мире. И эта система 3D выйдет в Великобританию в апреле следующего года. Продолжайте в том же духе, Z-Man. Продолжайте в том же духе. Другие производители оборудования тоже выпускают свои собственные CD-системы. Это Commodore CD32. Он появится в ваших магазинах в следующем месяце. По сути, это 1200 Amiga с приводом для компакт-дисков, но к Рождеству обещано 50 лет. Есть много причин, по которым программное обеспечение на компакт-дисках завоёвывает весь мир. Их производство намного дешевле, чем картриджи или дискеты, и их очень трудно пиратствовать. Но главная причина в том, что один компакт-диск может содержать столько же информации, сколько 80 картриджей или ошеломляющие 800 дискет. А это значит, что вы можете хранить видеоматериалы прямо на диске. Одной из первых игр, в которых это было сделано, была эта на экране. Но даже с учётом всей этой дополнительной информации, качество изображения всё ещё довольно зернистое, не так ли? Это не похоже. Это не похоже на ваш телевизор. Это потому, что ваше телевизионное изображение состоит из 25 различных изображений в секунду. И каждое из этих 25 изображений состоит из 100 миллионов бит информации. Это 2500 миллионов бит в секунду. Существующие системы компакт-дисков, такие как Mega CD, могут обрабатывать только 1 миллион бит информации в секунду. Вот почему они могут создавать это довольно зернистое изображение только на четверти экрана. Так что все, что вам нужно для реального полноэкранного видео, это способ хранить множество изображений на компакт-диске, не занимая так много памяти. Вот два кадра из той последовательности, где Энди машет рукой. Это немного похоже на конкурс «Найди разницу», и эта разница довольно мала. Как только первый кадр записан на компакт-диск, компьютер может воспроизвести второй кадр, просто зная, что изменилось. И эта информация занимает очень мало памяти. А у этого проигрывателя компакт-дисков есть небольшой дополнительный черный ящик, который позволяет вам делать именно это. Это позволит вам хранить 74 минуты музыки и видео на одном компакт-диске. Подобные вещи из «Дайер Стрейтс». Сейчас изначально будут доступны только музыкальные клипы, но позже в этом году нам обещают, что вы сможете получить художественный фильм. А видео с полным движением открывает шлюзы для более реалистичных игр. Это FMV-версия седьмого гостя. А теперь новости и анонсы на этой неделе. Это дезинсектор. Это изящный маленький преобразователь для ловушек, который к тому же является дешевым устройством. Он будет воспроизводить даже защищенные тележки, такие как «Старфакс». «Старфакс» — это американская версия «Старвинг». Как и большинство дешевых устройств, ход позволяет вам получать дополнительную жизнь, дополнительную энергию и достигать продвинутых уровней. «Сига оф Америка» вводит рейтинговую систему для всех игр своих собственных лейбел. Парк южского периода и Роудранер на Game Gear — первые, кто получил рейтинг, и не получат ганг, что означает широкая аудитория. Однако мы не планируем вводить эти рейтинги здесь. Пора стряхнуть паутину с вашего суперскопа, потому что наконец-то появилась новая игра. Это «Сафари Йоши по светам». Двое приятелей втянулись в фиеллю перестрелок. Марио запрыгивает на борт своего зеленого чешуйчатого приятеля, чтобы поймать как можно больше диких зверей. Это должно выйти в ноябре. А теперь еще несколько обзоров игр. «Pop and Twinby on the Snacks» — это симпатичная игра шутер-мап с участием двух персонажей популярного фэнтезийного шутера по аудио. В этой игре персонажи летают по одинаково причудливым пейзажам на своих одинаковых картических кораблях. Мило. Или так оно и есть? Вот Кэтли летит на своем красивом голубом корабле. Это хорошая забава — стрелять в них. В ней есть несколько юмористических персонажей и прекрасная жизнерадостная музыка. Вы можете играть самостоятельно или с другом. Там много чего происходит, так что вам не придется скучать. Иногда трудно понять, где вы находитесь, потому что на экране так много всего одновременно. Вам нужно разное оружие, чтобы убивать разных злодеев. Боссы в конце уровня действительно хороши. У них есть внешняя оболочка, так что вам придется убить их дважды. Это может быть действительно тяжело, так что вам повезло, что вы можете позвать друга присоединиться к вам в любой момент. Когда есть два игрока, вы можете объединиться и использовать свой космический корабль в качестве оружия. В этой игре много экшена, много персонажей и много веселья. Я бы купилась на это. Графика отличная, особенно использование седьмого режима на босса. Симпатичная графика и симпатичная музыка делают игру действительно хорошей, хотя и не такой, в которую нужно играть снова и снова. Отличная графика, но на мой вкус. Слишком милая. Все же это была хорошая игра. А оценки за поп и тринги. Девочки поставили ему жирную четверку из пяти, и мальчики тоже поставили жирную четверку из пяти. Ребенок футболист на Амиго должен бродить по миру, чтобы найти все осколки разбитого чемпионата мира, имея в помощь только футбольный мир. Вот как начать. Первое, что поразило меня в этой игре, это отличная презентация, и я думаю, хорошо, что у вас есть обучающий раздел, который обучает вас всем ходам. Чтобы помочь вам во время игры, единственное оружие, которое у вас есть, это футбольный мяч, с помощью которого вы можете выполнять различные трюки. Вы можете наносить удары сверху, вы можете стоять на лунке для мяча, вы можете совершать прыжки в высоту, с помощью которых вы можете добраться до платформы. И если вы потеряете свой мяч, вы легко сможете его вернуть. Во время игры вы должны собрать 11 карт игроков, чтобы составить целую команду. Это откроет доступ к бонусному этапу, где можно найти жреца кубка. Там также есть ограничения по времени, как вы можете видеть, мне не очень везет. Каждый этап проходит в другой стране, в которой есть много уровней. Вы не можете выбрать, с чего начать, вы должны пройти игру в определенном порядке стран. Мы здесь, в России. Самое неприятное в этой игре – это музыка, но, к счастью, мы можем ее отключить. Это отличная игра с большим потенциалом, но вы должны быть терпеливы к ней. Такое полное овладение всеми ходами требует времени. Я нахожу название немного вводящим в заблуждение, потому что это не спортивная игра. Мячом было трудно управлять, а музыка раздражала. Это не сразу привлекательно, но графика становится все лучше и лучше с каждым уровнем. Этого стоит придерживаться. А что касается результатов по футболу, то девочки поставили ему в среднем 3 балла из 5, а мальчики – жирную четверку из 5. В этот понедельник потные руки по всей стране смогут ухватиться за самую раскрученную игру со времен Sonic 2. Mortal Kombat утверждал, что это самый графический битап из когда-либо существовавших. Оцифрованные персонажи буквально вырывают сердца друг у друга и отрывают голову. Итак, вот и он, первый показ по британскому телевидению игры, о которой все говорят. Это Mortal Kombat. Теперь софтверная компания, стоящая за этим, надеется, что вся эта шумиха продаст еще несколько копий игры. Но, как говорится, она не более жестокая, чем любая другая, которую вы можете купить. Разница в том, что, как и в играх с монетами в аркадах, где есть переключатель, отключающий насилие, в Mortal Kombat включен код крови. Теперь код крови это просто чит, который позволяет включать или выключать насилие как раз. Вот и все без обмана. И вот и все с ним. У меня вся суета из-за самого себя. Предполагается, что этот чит доступен только тем, кому исполнилось 18 лет. Но, конечно, к настоящему времени он уже опубликован во всех журналах. Послушайте, поверьте мне, это ничего не добавляет к игровому процессу. И имейте это в виду, прежде чем расстаться со своим кровнозаработанным. Через месяц на Mega Drive приедет лучший бит и мап из всех, что когда-либо были. Старый добрый Street Fighter 2. Самое раздражающее в Mortal Kombat это не насилие и даже не шумиха, а тот факт, что в очередной раз видеоигры окажутся в центре внимания и получат плохую прессу от людей, которые действительно не знают, о чем говорят. Что за куча пятнистого мусора? Конечно, видеоигры не могут сделать его жестоким. И любому, кто скажет, что может это сделать, я оторву голову и напишу его имя на стене кровью из гланд. Я играю в видеоигры уже целую вечности. Я играю в видеоигры уже целую вечности, и это никак на меня не повлияло. Верно. Я расскажу вам об этом мошенничестве еще раз. Это как попасть в меню читов Body Blows для Амиго. Все, что вам нужно сделать на экране турнира, это оттянуть оба джойстика назад на 10 секунд. Я сказал 10 секунд, чтобы попасть в дешевое меню. На что вы смотрите? Я играю в видеоигры уже целую вечности. На что вы смотрите? Если вы хотите получить доступ к потоку данных, установите видеозапись прямо сейчас. Сейчас время соревнований. У нас есть CD-плеер и кое-какое программное обеспечение, которое мы можем раздать. Вопрос о конкуренции очень прост. Что означают буквы FMV? Если вы думаете, что знаете, почему бы не позвонить нам по номеру 891-7100-100? Звонки обойдутся вам не более чем в 25 пенсов, но проконсультируйтесь с тем, кто оплачивает телефонный счет, прежде чем брать турниру. Линии будут открыты до полуночи понедельника. И если этого будет недостаточно, вы также получите обалденную футболку бета-инфланц. И возьмите это. Копию последнего альбома на мудро. Девочки, устанавливайте текелар. А также вы можете написать им с любыми комментариями или идеями, которые вы хотели бы видеть представленными. Но это все на этой неделе. Пока. Однако, прежде чем мы начнем, я хотел бы отметить, что я действительно записал все титры для программы этой недели в свой блокнот. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok